Здравствуйте! Теперь вы уже опытные слушатели книжки Андрея Куркова Одиннадцать необыкновенностей из жизни чепухоносиков, их друзей и соседей Поэтому, как опытным слушателем, я вам прочту третью историю Необыкновенность третья, в которой рассказывается о том, кого не любит рыба По воскресеньям даже лесные звери спят дольше обычного Ну а те, кто живут у речки, у дуба или на шляпном поле Просыпаются только к понедельнику или даже ко вторнику Даже если кому-либо из них и не хочется спать Они все равно будут валяться в постели, пытаясь увидеть хоть какой-нибудь сон Ведь воскресный сон, если спящий захочет, может сбыться Так и в это воскресное утро все крепко спали И чепухоносики, и рыба, и кто-то, и кто-нибудь Вдруг, совершенно неожиданно, на берегу раздался страшно громкий крик И все чепухоносики вскочили Словно их ужалили очень дикие осы Папа чепухонос задрожал от испуга и выглянул из дупла В это время страшный крик повторился И папа, так и не успев полностью выглянуть, влетел обратно Что там, спросила взволнованная мама Кажется, кто-то завтракает Странно, сказала мама А мне показалось, что кто-то поет Маленький чепухоносик подполз к выходу из дупла и выглянул В это время страшный крик прозвучал в третий раз Но чепухоносик не испугался Он с интересом что-то разглядывал Сынок, что там, спросила мама Там петух полощет горло речной водой и кричит Ха, как неинтересно, хмыкнул папа и вылез из дупла Подожди меня, крикнула папе мама Мне тоже неинтересно Маленький чепухонос выскочил на берег за родителями Обыкновенная лягушка, сказал папа Смерив взглядом источник крика Что это она здесь делает? Петух, услышав последние папины слова Повернулся к чепухоносикам Я здесь учусь петь Гордо сказал он А вы? Мы здесь учимся плавать Так же гордо произнес папа и улыбнулся Очень рад, сказал петушок Учиться никогда не поздно Меня зовут Кудах-Кудадах И когда я научусь петь Я с удовольствием возьму у вас несколько уроков по плаванию А меня зовут Чепухонос-Старший Представился папа А это моя семья Позвольте, я спою для вас ноту до Петушок поклонился И снова страшно громко закричал Скажите, обратился к нему папа И давно вы учитесь петь? С рождения Еще моя бабушка Кудах-Кудадырыня Говорила, что я рожден будить своим пением леса и реки А вы могли бы и меня научить петь? Спросил петуха маленький чепухоносик Конечно могу Завтра же утром я начну учить вас настоящему пению Прямо здесь у речки Послушай ты, певец Из речки высунулась недовольная рыбья голова Ты, когда закончишь глушить рыбу своим голосом Сколько можно тебя предупреждать? Для того, чтобы научиться петь Не обязательно каждое утро орать на всю речку Уважаемые, вы же рыба А рыбы ничего не смыслят в пении Вежливо ответил Кудах-Кудадах Зато рыбы точно знают, где раки зимуют Угрожающе сказала рыба и исчезла под водой Интересно, и где же они зимуют? Сам у себя спросил петушок Сейчас покажу Рыба вылетела из воды, держа в плавниках большого рака Ну, Петрович, пошел Цапни его как следует Приказала на раку, пролетая над петухом Рак свалился на кудах-кудадаха Вцепился клешнями в его крыло И повис, недовольно дергаясь Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Закричал петух Ладно, Петрович, отпусти этого певца Сегодня он больше петь не будет Рак разжал клешни Упал на песок И, бормоча что-то себе под нос Не спеша пополз к воде Извините Мне срочно нужно вернуться в курятник Сказал петух И убежал Еще раз твой концерт услышу Я для тебя не только Раков не пожалею Крикнула ему вслед рыба Надеюсь, среди вас Никто не собирается заниматься Петушиным пением Обратилась она к чепухоносикам Не, мы не поем Заверил ее папа-чепухонос В таком случае Надеюсь Что и не запоете Сказала рыба И тихо уплыла Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!